Десногорск А сейчас об этих и других событиях подробнее. В аптечную сеть Смоленской области ускоренно стали поступать льготные лекарства. На их закупку уже израсходовано свыше 43 миллионов рублей. Из выделенных по особому распоряжению губернатора Алексея Островского 140 миллионов рублей из средств регионального бюджета. Отмечать День призывника давно стала традицией в Десногорске. Два раза в год для будущих защитников Отечества проходят торжественные мероприятия. Эти акции направлены на то, чтобы у молодых ребят сложилось должное понимание, какая ответственность с этого дня ложится на них. Каждый раз это событие в городе проходит по-особенному. Как этой осенью провожали десногорских ребят в армию, расскажем в нашем сюжете. 12 октября в выставочном зале Историка Краеведческого музея прошло мероприятие, посвященное Дню призывника. В этом году оно состоялось особенно торжественно. Специально к этому дню в зале была организована фотовыставка «Жить с вами рядом – есть большая честь». Она посвящена всем, кто в разное время защищал родину. Автор экспозиции – Валентина Рожкова. Напутствовать будущих солдат пришли представители четырех поколений защитников. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий на Кавказе, ветераны Вооруженных сил России и офицеры запаса. А также солдаты срочной и контрактной службы. Первым напутствовал призывников депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко. Защищать отчизну, защищать свою жизнь – это почетный, гражданский, святой долг. Со словами благодарности к ветеранам обратился исполняющий обязанности главы администрации Александр Новиков. Теплые слова, напутанные слова. Ребята, вы видите, сегодня перед вами сидят ветераны, ветераны Великой Отечественной войны, которые не то что исполняли долг, а исполняли подвиг. И мы сегодня с вами живем в стране, в которой нет войны, в чистом ясном мире. Поэтому желаю вам также достойно внести службу, помнить про свою родину, помнить про свою страну, помнить про свой город. В этот вечер почетные гости мероприятия получили благодарственные письма от главы администрации. А самые активные участники общественной и культурной жизни нашего города получили благодарности от Комитета по культуре. Много добрых слов напутствия и поддержки звучало в адрес будущих защитников Отечества от представителей старшего поколения. В областном центре впервые прошел экономический диктант, в котором могли принять участие все желающие. Проверить свой уровень экономической грамотности решились более 150 смолян. Вопросы для экономического диктанта составляли ведущие эксперты. Задания были разработаны двух уровней сложности. Одни для школьников, другие для студентов и остальные для желающих. Итоги испытания станут известны в течение 45 дней. В 2017 году продолжает работать проект «Русатома. Слава Созидателям». Он стартовал в прошлом году и привлек к себе более 400 школьников. В этом году в школах города проходят встречи с победителями и героями их роликов. Наша съемочная группа побывала на встрече Созидателя с учениками третьей школы. В прошлом году выпускники третьей школы были победителями конкурса «Слава Созидателям». Героем их ролика был депутат Смоленской областной думы, директор «Атомтранса» Михаил Васильевич Лосенко. 12 октября он пришел на встречу с учениками 10-го класса. Среди ребят единицы были участниками прошлогоднего конкурса, поэтому они очень внимательно слушали Михаила Васильевича и наперебой задавали вопросы. Где прошло детство? Его рабочий путь? Давно ли живет в Десногорске? А больше всего их интересовало, о чем он мечтал в детстве? Михаил Васильевич предложил ребятам поучаствовать в благоустройстве мемориала «Курган Славы» и заложить аллею деревьев. Со своей стороны он обещал помочь инвентарем, транспортом и саженцами. Другие ребята загорелись идеей участвовать в конкурсе в следующем году. Такие встречи подтверждают, что проект «Слава Созидателям» будет жить в нашем городе долго. 10 октября в Смоленске в культурно-выставочном центре имени Тенишевых собрались участники выставки социально-ориентированных проектов в территории открытий парк общественных инициатив, которые подавали заявки на реализацию действующих проектов в муниципальных образованиях области. Предприниматели, студенты, волонтеры, а также представители государственных и муниципальных унитарных предприятий. От нашего города были поданы два проекта. Память в наследство – краеведческий информационно-издательский проект «Десногорская библиотека» и атомные интеллектуальные игры 33Н-54Е «Детская библиотека». Оба проекта удостоены сертификата участника. Четвертый микрорайон Десногорска обслуживается управляющей компанией «САЭС-сервис». За благоустройством этой территории следит само ЖЭО. Дворы четвертого микрорайона удивляют чистотой и опрятностью. На каждом доме висит новая яркая табличка. Мимо нужного дома уже не пройдешь. В ведомстве ЖЭО 14 многоквартирных домов. Ежедневно в штатном режиме мы проводим уборку в многоквартирных домах. Место общего пользования – это площадки лестничные, марши, кабины лифтов, подъезды. Особый акцент управляющая компания уделяет состоянию придомовых территорий. Здесь чистые всегда вовремя скошенные газоны, ухоженные деревья и кустарники и отремонтированные малые формы на детских площадках. Каждая просьба жителей выполняется своевременно. Напротив 18-го дома мы изготовили и установили два баскетбольных кольца на детской площадке. Устанавливали ограждение. 13-й дом, первый подъезд. И совместно с собственниками, собственники сейчас смотрят за этим газоном, ухаживают, высаживают цветы. То есть у нас получилось взаимодействие с собственниками. Даже внутри домовые проезды и тротуары отремонтированы силами ЖЭУ. Большое спасибо компании «Сайс-сервис», управляющей нашей, за то, что убирают чисто, хорошо, сделали дорожку. Служивание, в общем, после того, как перешло «Сайс-сервис», и в подъезде чисто, и сделали дорожку. То есть горки, не горки, всё это обслуживается. Вот только управленцы сетуют, что активных граждан не так уж и много. Жильцы, собственники, проявляйте активность. В завершении выпуска блок криминальных новостей. В сети интернет правоохранительные органы привлекло внимание выложенное видео, на котором юные рцевчанки устроили показательную казнь над своими сверстницами. Двоих девочек вставили на колени и избивали ногами. За действием наблюдали несколько компаний. Видео снимали парни, которые не думали заступаться за избиваемых. По факту инцидента, получившему широкий общественный резонанс, глава региона провёл в райцентре выездное совещание, в работе которого приняли участие представители правоохранительных структур, уполномоченные по правам ребёнка в Смоленской области, руководство муниципалитета и школы. В Смоленске молодой человек с игрушечным пистолетом совершил четыре преступления за один вечер. Он заходил в магазины и, угрожая продавцам расправы, забирал деньги из кассы. После обращения потерпевших, правоохранительные органы сотрудники полиции нашли налётчика. Задержанным оказался 30-летний смоленин, ранее судимый за мошенничество, кражи и незаконный оборот наркотиков. Трое жителей Московской области подозреваются в незаконном отстреле оленя. Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей. Нарушение зафиксировано в одном из охотхозяйственного Дугинского района. Егери застали браконьеров за разделыванием туши животного и сообщили об инциденте в полицию. В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли у подозреваемых официально зарегистрированное охотничье ружьё, нож и гильзы с места отстрела. Установлено, что лицензия на отстрел диких животных у злоумышленников отсутствовала. А изъятые гильзы по заключению баллистической экспертизы отстреляны из карабина, принадлежащего одному из москвичей. По данному факту, подразделением дознания пункта полиции по Новодугинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Незаконная охота». Расследование уголовного дела на данный момент продолжается. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.